В чем причина новой волны ковида в России? За границей едет, наверное, отдыхать. За это может быть разные причины. Были недостаточные меры первоначальные зимой. То, что не вакцинировались, потому что начиналось все хорошо. Бодрыми темпами, а потом все быстро закончилось. Вот я, например, белорус, я пытаюсь сейчас привиться, но не могу, достаточно сложно. Это половина населения Москвы. Мы избегали масками, перчатками, и многие люди не использовались ни в метро. Нигде. Очень большие суммы требовались для того, чтобы в тот момент купить маски, перчатки. И поэтому многие, наверное, не могли себе это позволить. Я не надлеваюсь, я отношусь друг к другу, не соблюдаю никаких мер. То есть недавно был инцидент, когда на Патриарших прудах, по-моему, собралась огромная толпа людей, игнорируя все ограничения, танцевала, очень близко контактировала. То есть в таких условиях вирус, конечно же, прогрессирует. Открыли же все. Границы были открыты. Люди уезжают. Масками мало кто предохраняется, не везде. Из Индии же новый штамп пришел. В автобусе едешь, 30% с масками и 70% без масок. Куда не зайдешь, вот всем плевать. Просто люди не очень понимают, что такое варцина, зачем она нужна, и никто не пребывается, поэтому да, вот это все происходит. Страх людей перед этой болезнью порождает панику. Отсюда всей болезни. Скорее всего, от того, что мало вакцинируется. Расслабленность. Много очень, конечно, приезжих, отъезжающих, и, мне кажется, тоже это все ведет к нам. Наша безалаберность только и всего. Я думаю, в том, что людей не информировали, и очень долго путали и пугали тем, что вакцину убивают западные. Вот все и подумали, что и наши тоже убивают. Никто не вакцинируется. В этом вся причина. Субтитры создавал DimaTorzok